Поселок Октябрьский до войны был одним из самых красивых в Дебальцево. Добротные дома, ухоженные улицы. Сейчас от былой красоты не осталось и следа. Дома в руинах и заборы повалены, дороги в воронках от взрывов. В дом Ольги Гречишкиной угодили сразу два снаряда. В стене дыра, крышу снесло, жить в нем больше нельзя. По всей видимости, с украинской стороны. Потому что если отсюда шли ополченцы, отсюда, а попало у ванну с той стороны, оттуда, с той стороны, со стороны города попало, Украинские силовики принялись ровнять поселок с землей еще в июле, когда наступали. Продолжили в январе, уходя с этих рубежей. И обстреливали его не только артиллеристы. Этот украинский танк, стоящий на окраине поселка, местные жители и ополченцы теперь называют символом, собирательным образом вооруженных сил Украины. Внешне цел и грозен, но уже не опасен. Говорят, что многие разрушенные в поселке дома, дело рук экипажа именно этой машины. Украинские танкисты держали в страхе местных жителей несколько недель. Приезжали в поселок, как на полигон, пострелять по мишеням. Ездил по улицам этот танк. Украинский танк? Да, он целенаправленно бил по нашим домам. Единственный на весь поселок продуктовый магазин сгорел после попадания снаряда. Люди живут тем немногим, что еще осталось в погребах и привозят ополченцы. Как у вас тут вообще с продуктами? Сложновато? Очень-очень сложно. Ни денег, ни зарплат, ни работ, ничего. Сахара нет, хлеба нет. Масла постное тоже, свечей нет, спичек нет. В общем, живем как можем. Августин Ильинич напомнит еще оккупацию войсками вермахта в 41-м. Говорит, тогда жилось не легче. Но даже фашисты относились к мирным жителям гуманнее. А когда здесь стояла украинская армия, как у вас с продуктами обстояли дела? Да как украинская армия? Нам ничего. Чтобы борьбы было, то и ели. И все, больше ничего. В поселке нет света. Провода оборвало взрывами. От холодов спасают только печи. Топят раз в день. Угле и дров уже почти ни у кого не осталось. Трубопровод тоже пробит. Воду люди набирают из колодцев. Как вы вообще здесь выживаете? Ой, вы не представляете. Заячка, на Малипе выживаем. Божья помощь. И все. Дома побали. Где же были какие сухарики? Пенсии два месяца не можем получить. Холодно, холодно. Очень плохо и страшно. Очень страшно. Когда-то все закончится. Полгода оккупации украинскими силовиками местные жители вспоминают содрогание. Недовольны киевской властью, пытали их дома грабили. При этом называли себя освободителями. Ну а люди были рады вот такому освобождению украинской армии? Боже упаси. Нет, конечно. Они все время спрашивали, зачем вы сюда пришли. А украинцы отвечали, это наша земля. И началось у них жуткое мародерство. Все отправляли. Технику, компьютеры, посуду, вещи. Ну все, что могли. Грабили дома. Бесчинствовали, понимаешь? Бесчинствовали не то слово. Бесчинствовали. Не то, что там, если человек пришел военный, да? Ему что-то надо. А вот нарочно вытаскивали все ценное. Все. Человек, который нажил за свою жизнь. Сейчас те немногие, кто остался в поселке, пострадавшие от бесчинств украинских силовиков, уповают на помощь республике. Никакой другой власти здесь уже не признают. Продолжение следует...